Сегодня храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира в поселке имени Карамзина Ульяновской области находится в разрушенном состоянии. У храма нет ни пола, ни потолка, однако целыми остались его стены. Чтобы привести территорию Владимирской церкви в порядок, симбирская православная молодежь и прихожане Филаретовского храма Ульяновска совершили два трудовых выезда вместе с руководителем епархиального отдела по взаимодействию с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Ульяновской области и ереем Дмитрием Суботиным. Взяв благословение у правящего архиерея митрополита Лондона, мы с православной молодежью симбирской епархии, низким поклон, постарались привести в меру сил и возможностей. Возможностей не так и много, и людей, скажем так, немного, но для сегодняшнего дня мы постарались сделать эту расчистку, чтобы отслужить первую литургию за сто лет. Постараемся, чтобы это было нашей традицией. Православная молодежь активно помогала батюшке. Мы здесь расчищали храм, ровняли пол, вырубали деревья. Вокруг храм тоже навели порядок от мусора, избавили это благопристойное место, чтобы люди видели, что это все-таки храм, они заросли. Я считаю, мы должны сохранять наше культурное наследие. Во-первых, это храм, это историческая постройка. Во-вторых, данная территория тоже нуждается в храме людям, которые здесь проживают, на территории поселка имени Карамзина. Им, я думаю, проблематично отправиться на обычную литургию отсюда. Я считаю, необходимо установить этот храм, чтобы местные прихожане могли сюда приходить для богослужения. Каменная однокупольная церковь во имя святого равноапостольного великого князя Владимира была построена в ноябре 1900 года в юго-восточной части больничного комплекса Карамзинской колонии душевнобольных. Церковь и комплекс данной колонии были построены на завещанный капитал сенатора, тайного советника, члена консультации при Министерстве юстиции Владимира Карамзина, младшего из сыновей историографа Николая Карамзина. В 1923 году храм был закрыт, а в помещении бывшей церкви открыт клуб при больнице, просуществовавший до 1984 года. И вот впервые за сто лет после закрытия храма здесь совершается божественная литургия. Богослужение возглавил благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии еромонах Георгий Карпов. В первый за целый век литургии приняли участие жители Ульяновска в поселке имени Карамзина, а также участники движения «Симбирская православная молодежь» и «Сестры милосердия» Старшего корпуса. К присутствующим обратился благочиной 2-го симбирского городского округа симбирской епархии и еромонах Георгий Карпов. Господи, братья и сестры, впервые с 1923 года в этом поруганном храме Божьем, в храме, посвященном в честь святого равнопостального великого князя Владимира, была совершена первая божественная литургия. Мы с вами сегодня стали свидетелями этого торжества и этого исторического события. Отец Дмитрий, благодарю вас за возможность помолиться сегодня в этом храме, совершить богослужение. Отец Дмитрий и его чадо, прихожане, совершили очень большую работу по расчистке территории, внутренней территории этого храма. Затем Иерей Дмитрий Суботин совершил литью могилы земского психиатра Василия Копысова, чье имя сегодня носит областная клиническая психиатрическая больница в поселке имени Карамзина. На следующий год отец Дмитрий и православная молодежь планируют привести в порядок алтарную часть храма. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.